Для меня большая честь поздравить его высокопреосходительство императора Нарухито с днём рождения. Большая честь, прежде всего, потому что император Японии – это символ государства и единства народа. Это большая честь, потому что император Японии провозгласил своим девизом рейва «эпоху прекрасной гармонии». И я уверен, что так оно и будет, потому что император Нарухито – человек, который слышит музыку. И слышит музыку не только в её классическом исполнении, но слышит музыку неба, музыку сфер, музыку большой политики. Он является человеком, который олицетворяет Японию в мире, и это очень важно. Мне очень хочется, чтобы у императора Японии была долгая жизнь, потому что Япония – страна очень близкой России, страна, которую мы очень любим, страна, которая славится своим удивительным, трудолюбивым, талантливым народом. И в этом смысле быть единством японского народа, символом единства японского народа – это, конечно же, удивительно высокая и необычайно прекрасная задача. Мы знаем, что император Нарухито – замечательный музыкант. Он любит играть на альте, он дружен с нашими музыкантами. И это тоже очень важный сигнал того, что отношение между культурами наших народов, между духовной жизнью наших народов будет продолжаться и развиваться. Мы сегодня отмечаем день рождения императора, который провозгласил своим девизом эпоху прекрасной гармонии. Что может быть лучше этого и для японского народа, и для мировых отношений? Прекрасная гармония в отношениях людей, в отношениях государств – это та мечта, которой можно только говорить возвышенные слова. Я думаю, что день рождения императора Нарухито поэтому и и поэтому тоже будет праздноваться с удовольствием и с огромным чувством благодарности ему и японскому народу за тот вклад, который он вносит в мировое культурное сообщество. Продолжение следует...